добрый день дорогие мои друзья вы находитесь на канале галина коломейка кройка и шитье и сегодня у нас задача очень актуальная на сегодняшний день это посвящен шить жилет для мальчика школьная форма значит так как мальчик у нас нестандартные у него идет выступ животика и какая-то прогибистый среднем шве спинки перегибистый он такой у нас фигурка перегибистый животик у него приличный 10 лет пухленькие невысокого роста видимо и вот такая вот наша непростая сегодня задача я покажу вам на примере вот этого жилетика для мальчика какая особенность бывает у мужских выкройек есть очень характерная особенность которая кардинальным образом отличает их от наших женских и так давайте разбираться вот у нас рисуночек передней половинки задней половинки наши мерочки и наши вот они здесь так называются и прибавки которые я выбрала прибавка по груди 3 прибавка по талии 3 так как он пухленький узко делать не нужно это жилет на подкладке на рубашечку будет носиться на светерок и прибавка по бедрам 2-3 сантиметра кое-какие из этих прибавок из этих мерочек я немножечко могу подравнивать процессе процессе нашей работы это то что прислала мне елена она наша подписчица в нашем швейном клубе в телеграм-канале абсолютно бесплатном кстати приглашаю всех желающих туда вот я выполняю ее просьбу потому что знаю что ее задача и ее вопрос она очень и очень интересно многим из вас кто работает со школьной формой кто пытается сегодня решить эту задачу для себя для детей для знакомых ну или для родственников для каких-то и так мы начинаем наше построение я уже приготовила сетку это передняя половина это середина передней половинки это линия низа там середина задней половинки ширина сетки у нас равна талия плюс прибавка по талии потому что талия 45 это грудь 48 талия 47 бедра самая широкая часть на фигурке этого человека поэтому мы берем ширину сетки по самой широкой части 48 плюс 3 получится 51 я отложила 51 дальше от линии низа вот сюда вверх я отложила линию талии всегда строим линию низа и выбрала в это расстояние где-то 14 сантиметров если у нас у взрослых женщин это через 17 18 19 зависит от роста до 15 вот я выбрала 15 сантиметров это расстояние до линии талии от линии низа который одновременно является линии бедер затем то что у нас длина изделий 8 сантиметров мы на это сейчас не смотрим никогда не строите базовую конструкцию такой короткой какой хотите сделать свое изделие это очень важно потому что все расчеты вытачек идут до линии бедер и линия бедер для нас базовой конструкции присутствовать просто обязана дальше буду говорить немножко побыстрее не хочется не хочется затягивать и так от точки ты вот это у нас . ты мы вверх откладываем дтп дтп у нас 44 сантиметра . а 0 вниз 7 сантиметров 8 пухленький мальчик можно взять в и линия груди 23 сантиметра 23 сантиметра . г скажем построили линию груди от точки г горизонталь получилась линия груди дальше нам нужно отложить линию центра смотрим на наши мерочки мама лена мне сказала что это 10 сантиметров вот у нас 10 сантиметров до мне что-то плохо в это верится потому что 10 это для взрослой женщины это бывает многовато давайте 9 возьмем стандартная характеристика смотрите всегда ваши мерочки нужно немножко успокаивать поэтому я говорю так важно знать характеристики стандартной фигуры дальше ширину горловины переда мы возьмем 7 сантиметров будет . а наша горловинка будет иметь вот такой какой-то вид не будем строить здесь вытачку сразу откладываем плечо дуга 13 сантиметров от точки c нам нужна мерка высота плеча косая переда она у нас не указана она но зато мы знаем что 23 сантиметра это у нас высота груди значит вот эта мерочка 2 должна быть на 23 сантиметра меньше возьмем на 3 потому что нет у нас вытачки то есть возьмем 20 нам надо опускать точку p1 взяли вот наш крестик получился и проверочная мерка посмотрите какая она у нас написано 42 сантиметра а у меня получилось 42 с половинкой будем ей доверять пусть она так у нас остается значит на эту мерочку выбрали правильно то есть не знаю вот этой мерки мы придумали что она на 20 сантиметров в пкп и видите как все оказалось хорошо дальше построим ширину начала проймы для этого мы обычно берем мерочку 17 с половиной шага 2 17 с половиной а что у нас говорит спинка спинка 19 и что такая широкая спинка там жировые отложения то есть я знаю что 45 размере в сорок восьмом размере ширина спинки у женщины кругу такой крепенькой 18 сантиметров она мама лена дает 19 поэтому я возьму здесь уже немножечко успокою здесь я сделаю 18 сантиметров мерочку а вот это я сделаю тоже 18 спинку чуть-чуть сокращу а как раз шага 2 немножко добавлю вот так я подружила к тому же мне нравится что они стали одинаковыми тогда у нас как бы боковой шов будет проходить ровно по серединке проймы будет делить нашу полочку нашу ширину сетки ровно пополам то есть ширина спинки равна будет и ширине полочки но у нас не будет бокового шва конечно но об этом чуть позже вот и поэтому я откладываю сюда я откладываю 18 сантиметров это шаг 2 у нас и ограничение проймы у меня идет вот так вот тоненькая линия до можно быть пониже даже нам понадобится сделать и со стороны спинки я навстречу откладываю тоже 18 и здесь у меня будет ширина пойма вот так вот ограничение да то что у нас осталось между ними это наша пройма 15 делим пополам 7 с половинкой вот это у нас положение бокового шва это боковой шов не буду буковки сюда ставить я думаю что вы видите сейчас наша задача подружить точки p1 вот эта . p1 на полочке и p2 на спинке для этого от линии талии вверх откладываем мерку dts 42 сантиметра она у нас вниз два с половинкой и вот сюда тоже отложим 7 обычно горизонтальный баланс мужской фигурки он особенный если в данном случае мы выбрали 7 и 7 то если бы у нас был взрослый мужчина мы выбрали здесь допустим 8 сантиметров а здесь выбрали 7 то есть не как у женщины у женщины мы добавляем с вами ширину горловины спинки на седьмой шейный позвонок а у мужчины есть кадык и поэтому мужчине почему-то нужно расширять горловину переда относительно горловину спинки но мы сейчас взяли 7 и 7 баланс у нас будет нулевой все таки у нас это ребеночек затем так как это у нас мужчина хоть это и ребеночек мы вводим средний шов спинки с отведением вот в этом месте полтора сантиметра вот полтора метра взяли и к линии лопаточек переоформили верхнюю часть нужно переоформить нижнюю если бы он был осу мы знали что он сутулый мы бы повели линию вот так сейчас мы ничего про него не знаем скорее он перегибистый поэтому хочу сделать либо прямо либо капельку капельку вот так вот расклешить вот так вот я нарисовала среднюю линию спинки поэтому сейчас буду искать точку p2 более корректно от точки с мы обычно откладываем ширину плеча плюс вы . ширина плеча у нас 13 плюс вы . мы возьмем 2 вот такой вот да дуга у нас получается вот таким вот раз в этом месте а от середины спинки мы откладываем мерку в пока пока она 43 с половинкой 43 с половинкой нашли сюда поставили и вот у нас где получилось пересечение то есть . p2 оказалось выше чем . p1 но буквально на 5 миллиметров я хочу чтобы разница была побольше поэтому я делаю следующее я вот эту точку поднимаю на пол сантиметра вверх вот у меня какая получилась картинка а это наоборот опуская на пол сантиметра вниз и буду работать уже вот с этими точками и у меня разница по высоте между ними стала полтора сантиметра вот это полтора сантиметра моя любимая разница то есть все как мы хотели это нам уже нравится поэтому начинаем оформлять нашу спинку тоненько 4 сантиметра маленький человек ну хотя какой маленький начало вытачки 2 сантиметра и раствор рисуем саму вытачку так и поднимаемся на 2 сантиметра вот в этом месте вспомогательная . безымянная у нас так получили одну сторону вытачки уравняли эти стороны и вернулись вот сюда все плечевой срез построен плечевой срез полочки у нас выглядит вот так выглядит вот так давайте посмотрим где у нас будет пройма пройма нужно опускать потому что это жилет мне говорили а как построить жакет жакет построить довольно сложно был бы жакет я вот тут вот выбрала бы пройму с рукавом да но у нас не жакет а жилет поэтому нужна свобода давайте выберем пройму ну где-то вот я считаю вот так вполне достаточно углубить человек может всегда то есть мы измеряем на фигурке расстояние от талии до нужно нам нужного нам выреза нижней части проймы у меня получилось здесь 15 половиной сантиметров до для этих мерочек для баланса 42 спинкой 44 полочка это вполне нормально и я должна нарисовать пройму должна нарисовать саму пройму давайте попытаемся это сделать на спинке 1 и на полочки на спинке значит два приема рисуйте просто красиво от руки вот как то так у меня получилось так на полочке у меня такая красивая проймочка не получается я еще штрихами вот такими вот покажу видите как она идет вот так вот она идет у меня да тут тупой угол тут прямой угол тут тупой угол и вот в данный то момент нам самое время вспомнить с вами про то что у мальчика у нас выступает животик когда у мальчика выступает или у мужчины или даже у женщины иногда мы средний шов спинки полочки делаем с отведением насколько мы отводим мы от точки а вправо откладываем можем отложить до 3 сантиметров ничего при этом не потеряв вот я 3 сантиметра отложила от точки а 0 вправо 3 сантиметра и эту точку я уже соединяю с линии талии вот у нас направление животе когда мы освободили место для животика затем от этой новенькой точки мы откладываем ширину горловинки 7 сантиметров вот она у нас ширина горловинки и из этой линии мы откладываем 13 сантиметров дуга и высота плеча косая переда 20 так и мы еще на пол сантиметра опустились вот посмотрите какая красота у нас получается значит плечико у нас теперь выглядит вот так горловинка переда у нас выглядит и вот так нарисуем хочется все побыстрее быстрее как-то не всегда получается вот так а пройма то какая смотрите что с ней случилось она стала просто замечательной вот вот у нас какая стала пройма то есть выполняя вот это отведение мы добиваемся того чтобы мы и учли выступ живота и здесь появляется прямой уголочек но может быть мило смысл еще где-то на пол сантиметра эту проймочку вот сюда вот развернуть чтобы этот прямой уголок был более явным ну можно хотя и так оставить потому что мы еще кое-что сейчас будем делать вот так вот выполняется вот такое отведение нужно выполнять есть у вас есть выступ живота мужской фигурки обязательно женской мы тоже иногда это используем если у нас впереди есть застежка и уже от этой от этого отведения начинаем строить все нужные нам отрезки а мы двигаемся дальше что еще очень важно для вот таких вот фигур для мужских фигур мы вспоминаем про то что по модели мы ввели вот такие бачки спереди и сзади то есть у нас нет бокового шва у нас есть вот такие вот бачки давайте их изобразим значит спинка у нас немножко приталивается вот не выходя за пределы проймы где-то примерно наверное вот здесь я нарисую этот бачок видите какая красивая спинка пошла и чуть-чуть расклешу конечно его дам ему форму расклешу вот сюда на спинке то у нас нет же выступа животика вот центральная часть спинки как при прилично выглядит но конечно я немножечко обязана оставить вот такую вот хотя бы вытачку для того чтобы приталить немножечко приталить немножечко и моя вытачка будет выглядеть вот так вот эта вытачка которая у нас появилась со стороны задней половинки пути пожалуйста внимательно со стороны передней половинки точно так же я выбираю место для вот этого нашего бачка вот примерно так не выхожу за пределы проймы можно доходить вот до этой линии но нельзя вот так рисовать это будет мне не принято так просто рисовать но примерно вот относительно серединке симметрично как-то я делаю это вот так сделала нарисовала этот бачок тут у нас животик никуда не будет вот так расклешаться можно его просто прямо провести вниз я была так вот прямо его вниз провела смотрите хорошо но не все еще нами сделано а следующий шаг вот какой вот этот бачок который нарисовался данном случае вот он вот он и вот он его нужно немножко развернуть на спинку такая особенность у наших мальчиков у наших мужчин всегда делается разворот этим они отличаются выкройки от выкройок женских но прежде чем это сделать давайте посмотрим какая у нас талия получилась что мы видим 48 прибавка по талии оказалось 0 но это нам конечно не очень нравится а здесь 49 с половинкой прибавка по бедрам оказалось у нас полтора сантиметра это нам нравится ну что ж посмотрим мы можем конце концов за счет припусков вот тут подстраховаться и сделать нашу талию побольше это уже когда леночка будет кроить из ткани и сделает вот это она учтет что у нас прибавка ноль главное что это не узко а я пока показываю вам дальше работу значит как меняется вот этот вот бачок у мужских фигур вы берете вот эту точку и выполняете отведение на полтора сантиметра допустим вот сюда вот это расстояние полтора сантиметра и линию вот эту линию от талии а мы чуть выше сделаем талии потому что у нас вот здесь выступ животика и все вытачки работают на животик вот так вот мы сделаем вот как повернула я свой бачок видите как значит все параллельно поворачиваем линия центра тоже смещается на полтора сантиметра и вот этот кусочек вот этот кусочек был вот так теперь рисуется вот так дальше вот эта точка она тоже смещается на полтора сантиметра вот сюда и вот эта точка вот сюда тоже на полтора сантиметра и вот эта линия вот эта линия она в талии фиксируется пальчиком и вот так разворачивается в сторону спинки вот она какой витамид начинает и вот эта часть она переплывает у нас вот сюда вот контрольная точка который будет как бы если бы изделие было с рукавами который бы нас интересовало и мы получили вот этот кусочек как бы наложение наложение бумаги одной на другую и я красным цветом обвожу весь наш бачок и вы видите как он выглядит вот вот такая вот наша история получилась вот этот поворотик очень важен у мальчиков и у мужчин и посмотрите когда вы повернете у вас еще вот за счет вот этой вытачки которая здесь как бы появилась появляется наполнение вот в этом месте кармашки вы потом нарисуете на примерке сами где вы хотите какой-то здесь какой-то здесь что собственно говоря еще мне нужно здесь добавить чтобы наше построение было законченным собственно для жилетки это все но я предполагаю что у вас будут немножко сокращены вот это место так то есть вы видимо после пример очки ведь пройма она всегда уточняется у нас сделаете укорочи укорачивание вот этого плеча соответственно точно так же на спинке вот так вот вы укоротите то есть снимите вот эти кусочки так и вот эти кусочки снимите точно также вы можете расширить горловинку если у вас этот жилетка да и углубить ее ну допустим я выбрала вот такой вот вариант хотя повторяю это все лучше делать на примерке вот так вот допустим я бы сделала так и моя полочка выглядит теперь вот так а сюда мне надо добавить полузанос полузанос 2 сантиметра добавляйте вот так и вот так он пойдет то есть вот это отведение нельзя делать футболках у которых нет застежки впереди но можно делать свитшотах у которых есть молния впереди допустим вот так вот видите как интересно выглядит вот это все спинка что нам делать спинка но на спинке делают кокетки ну чтобы не делать вот эту вытачку вы можете сделать кокетку скажем вот таким вот образом так разверните и потом вот так вот сюда да и это ваша вытачка закроется и откроется вот в этот уровень кокетки но и это конечно проведем ярко так и вот так вот такой результат у нас будет средний шов по спинке обязательно оставляйте здесь у нас будет выглядеть вот так вот такая спинка интересная получается то есть она у нас придали на вся мы вот этот средний шов конечно вот это все окончательный вариант наши вы пройти а вот эти мысики вот эти мысики я вам не советую сразу вырезать вы их потом например очки уже отметите но так вот чисто символический на глаз я бы как сделала 8 сантиметров мы вспоминаем про то что у нас длина изделия 8 сантиметров значит мы отдали вот сюда 8 мы откладываем она у нас сзади одинаковая длина никаких фасонных линий здесь не рисуем вот тогда а впереди нам хочется сделать вот этот мысик значит здесь будет на наталья обязательно пуговочка потом вы распределите остальные пуговочки и примерно вот от этой пуговочки от этого уголочка вам нужно оформить мысик ну я бы сделала его скажем вот так да и сделала бы я его вот так но это на глаз можно сделать это сразу если вы доверяете сами себе здесь у нас 8 сантиметров так и нарисовать нельзя делать вот такие большие широкие расстояние в этих уголочков будет смотреться очень плохо ну конечно кармашек где вы хотите сделать хотите чтобы он у вас застегивался делайте вот таким вот немножко функционировал повыше чтобы мешковинки было куда положить можно его сдвигать и делать вот сюда вот это уже как говорится ваш выбор ваш выбор и ваша ваша история ну и вот есть его до конца быть верными вот так красным цветом мы с вами отбили то что нам надо разрешите на этом сегодня закончить я думаю что построение жилетика на мальчика с выступающим животиком вы достаточно хорошо себе уяснили ну и так как мы на нулевую прибавку вышли страхуйтесь припусками здесь побольше сделайте припуск и вот в этом месте полузанос увеличьте возможно вам просто придется за счет полузаноса сделать вот эту самую прибавку всего доброго подписывайтесь на мой канал ставьте лайки как принято говорить до новых встреч всегда ваша галина коломейка подписывайтесь швейный клуб бесплатно